Всем привет, друзья! Присаживайтесь, наливайте, не переключайте. В этом видео будет очень много интересного. Вы увидите, как мы попали при продаже Audi A6, сколько мы заработали на Skoda Superb, и как мы чуть не встряли с ограничениями при осмотре Lada Kali. С нее, кстати, мы и начнем. А в этом видео меня будет сопровождать вот такой замечательный друг, этот толщиномер гитаре. Вот таким я пользуюсь и буду пользоваться на протяжении всего видео, показывать вам его достопримечательности. Первую машину, которую поедем смотреть, это Lada Kalina. 450 тысяч рублей, неплохой вариант. Там, по-моему, один хозяин, но есть некоторое но. На машину, точнее, у хозяина есть долги. Эти долги есть на сайте ФССП, но они пока еще не упали на видеоограничений на сайте ГИБДД. Поэтому есть шанс ее купить и быстро переставить на учет, чтобы они не прилетели ограничениями. Мы сейчас с вами ее поедем смотреть, ну и дальше, как всегда, комментируем. Будем смотреть, проверять. Масло менял. Слепо 4. У нас толщиномерчик, да, гитаре. Скажу так, что очень быстрый, в принципе, комфортный, удобное меню. Вот сейчас у нас живой реальный осмотр, там Коля с хозяином, вот такие примятости есть. Кстати, при покупке у нас толщиномера курс идет по перепродаже авто в подарок, по ссылочкам в описании. Машина не окрашена у нас, это хорошо. 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 Она постояла у меня на месте, опять пропадает. Вот напаяли вас. Это я сам делаю. Вот это и здесь, это пайка. Это имеешь в виду... Я уже езжу года три, наверное, с этой пайки. Но это не аварийное, это так получилось. Это отошел металл, да, типа? Ну, детей же было. Вот так, да? Ну, я понял, ДТП было, и металл отошел. Это не ДТП было, забор. А, забор. Да, оформили как ДТП, да? Ничего не оформлял вообще. А вот то, что там, по Вразике, было бы... Вот оно красным бьется. А, это вот это, да? Это вот это, получается... А это тоже забор, да? Или это... Нет, это красным, а это забор. Это ДТП я в пробке закемарил, на полсекунды вырубил у меня. С работы ночной ехал с меня. Вырубил у меня. Медина небольшая у него на дверке багажника. Ерунда. Масло, да, немножко этот потекает. Промялось немножко. А это с завода. А когда она не крашена, я ее не красил вообще нигде. Ну, так вот той колить подкрашивал рыжики таким там, мажорами. Там вот на двери немножко. Ну, да, и... Ее, если сделать... Ребят, я, честно сказать, я бы ее не продавал бы. Жена против тоже. Если ее сделать по уму... Конфета, а не машинка. Они не раз не ломают, ничего не ломают. Ну, и мешок, конечно, сейчас менять придет. Потому что здесь Герцовский, Заводской. Они говорят, по 90-у ходят. Не знаю. Тут есть нечто интересное. Я вот такое давно не видел. Интересное в плане... Противогонка такая. Я давно такую не видел. Ну, да, такая прям... Иммобилайзер времен 90-х, мне кажется. Коврик, что-то, да, этот, вышел из чата. Разорвало его. Ну, так, что такая машинка... Ну, нет, ну, она в родне, по крайней мере. На самом деле, ее если отмыть, очистить, машина неплохая будет. Вот тут у нас есть прям неприятность такая. Ну, она вся закоцана, крыло она смята, дверь, да. Здесь тоже, ну, короче, вся сторона у нее вот эта, да, получается. Замок багажника отработает, что-то отрывает, хороший. Слушай, а ну, где есть плюсы, что она в родне... Ну, минусы, что она вся закоцана, ну, в плане, ты понял. То есть она... Вот та сторона багажника получается. Они, конечно, получше, может быть, где-то, чего-то. Ремешок менять, Ёдсовский, ну, я не знаю, Ёдсовский. Сейчас Балаковские ставят на заводах, они 30-40 ухаживают, говорят, так. Ерунда, они ремни. Вот этот ремень хороший. Потому что я его проверял, смотрел с товарищами. Вот это самое, не подлесканный, ничего. Уже езжу. Ну, 64 прошла. Конечно, желательно на 50 на 60 меня. Ну, я чего, если он продавать, зачем мне меня? Сами купите вот по параллельному импорту. У армян в гараже поменяете. За 4, за 5 тысяч. Короче, готовый бизнес плановался. Вы в продажах не работаете, вы, нет? Может, вы машинами занимаетесь, да? Не, ну, я же свою говорю, я не про всех. Да, не, не, понятно. Просто увлекательно вы прям так рассказываете, что можно все по параллельному импорту. Мы сейчас вот тоже недавно купили машинку одну. Поехали ее на покраску, отвезли. Три, ну, ее красили долго. Потом вот забрали все боты, у нас двигатель стучал. Как бы тоже вроде машинами занимаемся. А почему? Вроде все знаем. Ну, почему? Время и случай, почему? Все когда-то ломается. Время и случай, да. Ну, здесь я говорю, вот ей-богу. Вот клапан продвузки от торбера, все, больше ничего здесь. Фильтра. Да, и менял масло осенью менял. Ну, просто осенью, просто нет. И я сейчас вот хотел летом менять. Обычно вот так делаю. У меня там еще ликвимоля осталось. Двадцать с половиной литра. Литр надо купить. Я думал так. А ремень, говорят... Надо посчитать. Ну, давай объективно. Вот смотри, давай объективно посчитаем. Вот бампер, покраска. Сколько она стоит? Ну, его же надо делать. Его же так не будем. Сколько? Десять. Морду вытянуть. Ну, еще давай десятку возьмем сработать. Двадцать. Именно подтянуть ее, поставить ровно. Двадцать тысяч, да? У нас давай считать вот эту сторону. Смотри. Вот это крыло его красить надо. Ну, это же тоже некрасиво. Это еще сколько? Десять. Тридцать. Дверь. Сорок. Сорок. Ну, давай посчитаем. Ну, давай. Вот там пять, там еще. Ну, пятьдесят. Вот это пока мы не считали. Пятьдесят еще. Десятка. Крышка багажника. Шестьдесят. Ну, и все. А тут, я думаю, нормально, ровно. Шестьдесят тысяч. Ну, и бери химчистку. Пятерочка еще. Ну, так. Все на четыре. Да. Маф, она нет ничего. Она без кондея, да? Она вообще, ну, она пустая прям очень сильно по комплектации. Ну, да. Да. Ну, я думаю, да, коль ее 400 максимум цена при всем раскладе и желании. Плюс прокладки поменяется, мотор помой. Плюс учет. Плюс учет, да. Ну, это, то есть, да, это сюда вложить надо рублей 60-70, просто, чтобы она была, ну, реально хорошая машина. И она будет крашена, смотри, она будет по кругу крашена вся. У меня есть еще покупатель, но он вообще-то не отвечает недалеко. Я уже позвонил сюда. Это по знакомству, я пока не могу, где звонить. Обычно те, кто хотят купить, они сами звонят. Он занятый, работает. Я договорился с ним, но вчера. Вчера я не поехал. Значит, ему так нужно. Александр, ну, мы 500 не заберем. Не заберете? Так. Вот, может, покупатель... Сказать, сколько заберем? Ну? 400. Ну, я так и думал, что вы... Нет, 400, ребята, это лучше коллектора пусть забирают. Нет, дело ваше. Мы никого не заставляем, не уговариваем. Ну, вы сами подумайте, официалы 500 подают. Мы вот сейчас подумали. Мы прошлись, посчитали и все подумали, взвесили. Нам невыгодно это? Невыгодно. Нет. Ну, во-первых, нам ее надо ставить на учет, раз. Не делать сейчас страховку. Госпошлина, это рублей 15. Вот, заплатить помогали, чтобы она спихнула без очереди. Ну, понятно. Да. Вот, вкрубую всю сделать, выкрасить. Она будет уже крашеная машина. В таком виде ее не продавать. Вытянуть вот это. Ну, вот с этим, ну, как, блин, продавать. Люди просто открывают, как вот смотрят, блин. Тут течет, там треснуто, тут, блин, торчит. Ну, так же люди приезжают, вот они так же смотрят и нам так же все это говорят. Нам это все устранять. Ну, а смысл нам возиться из-за того, чтобы сейчас все сделать и продать ее в те же деньги. Ну, какой смысл, потеряя время. Вот она вся. Хотя бы 450 сказали бы. Я бы еще подумал бы. Да даже нет смысла. Ну, и плюс еще, ладно, комплектация была. Она пустая. Она же пустая. Не масло. Не кондиционера, не магнитола, ничего. То есть, их мы хоть какие-то, хоть какие-то, плюс сейчас лет, тем более. Я писал, уже 500 давали. Два раза оценивали. Ну, вы приезжали именно, да? Они смотрели? Конечно, я 4 месяца назад был, я в субботу был. Нет. А почему вы не отдали ее? Да я дурак. Надо было пока пристава не возбуждение. Нет, а у вас же нет там ограничения. Как они? Они не хотят. А, ФССП, да? А, все, я понял, понял. Они сейчас не понимают. Они смотрят, ФССП, висит свежий долг, нафига им это надо? Они сейчас ее купят, у них ее на ограничения кинут и все. Ну, да, это заморочка. А у вас как не кинут, интересно. А мы на учет ее переставить. А они что, не успевают поставить? А на кого они поставят ее? Они не ставят. Они, да, не ставят. А ее максимум снять могут, но это не поможет. Все равно кинут от ограничения. Ее даже снять, если это уже не решит вопрос. Пристав сказать, а мне все равно. Ее даже на учет поставят, бывали случаи, ты приезжаешь, у тебя на прежнего собственника стоит машина. Какой пристав? Да мне плевать. Это что, если даже я вам сейчас отдам, могут аннулировать, получается? Не аннулировать. Если мы ее переставим, нам может все равно приведеть ограничение. И потом мы будем ездить и разбираться, говорить, мы ее купили, вот договор, доказывать, объяснять. Доказывать. Так это самое, вы в суд подойдите, а потом я это... Нет, нет, нет. В этом случае есть хотя бы процентов 90 шансов, что документ мы переставили, мы все как бы, мы как добросовестные покупатели купили, поставили на учет и все. А если мы ее снимем с учета, это уже похоже на схему. Потому что вы захотели быстро продать, мы ее тут сняли с учета, и такие хитрецы пришли к приставам, говорили, мам, мы ничего не знаем. Они скажут, да нет, хозяин решает, и это... Ну, вы понимаете, как все работает. В общем и целом, ситуация с ограничениями следующая. Мы приехали, посмотрели эту Калину. Вот все, вроде он уже и начал о цене задумываться. Около 400 тысяч мы с ним поторговались, если не изменяет мне память. И представьте, я вот стою вот так в телефоне Капаси, думаю, дай-ка, ну, закину еще раз ее в бот, проверю, что там по ограничениям. И тут я вижу, что вылетает два ограничения, все. У человека долги, кредиты, там, я не знаю, что еще. Ну, короче, долги. И, ну, мы не стали брать ее, естественно. Он не хочет добавлять денег, чтобы покрыть эти долги, потому что денег нужно добавить гораздо больше. Ну, а следующую машинку мы поедем с вами, посмотрим Ауди. А6-2019 год, дорестайлинговая. Внимание, дизель. Запомните то, что я говорю, потому что это будет важно впоследствии. Это дизель. Там ремень, а не цепь. Поехали. Комплектация, да, что же? Коричневый салон, кстати, да? Смотри. Кабулькоса простая. Да, простая. Без памяти. А, не, нормально, просто по состоянию. Память есть, вне вентиляшки. Стекла. Одиннадцатый. Я не знаю. Не знаю. А, не откроется ключ, ну, давай, посмотрю, пока покажем. Давай. Так, у нас. Капот. Барки целые, да? Бампер. Бампер. Бампер тоже целый. Резина зима. Здесь гидрокосные. Здесь все окей. Получается только зад, да? Да, зад и правое крыло. Ну, по часам. Слушай, ну, они подтолщиномер сделали даже. Все, понял? Ну, они врезали. Ну, по-виду. Конечно, а что? Там шов просто надо найти. Не, я понимаю, да. Да, ну, я имею в виду, знаешь, можно врезать и крыло покрасить. Вот я о чем. Они сделали. А вот он. Ага, вот он. Шовер? Да, да, да. Ну, вот он, да. Ну, сделали, имею в виду, подтолщиномер. Они в цвет врезали крыло, да, получается? Да? Ну, скорее всего, да. Да нет, они защищают. А, да, да, официально делали. А, все, все. Ну, поэтому... Дойдет дело до этого, я вам все покажу. Да, да, поэтому и... Ну, и никаких таких. Так, нет. Вот он, давление масла. Вот, допустим, мы можем посмотреть пробег на 123. Это январь 24-го года. Ну, то есть, как раз вот пробег 123, а тут 123 вот. И так что вот так вот можно смотреть пробег. Машинка куплена. У нас вот такая Audi. Миллион девятьсот сорок тысяч рублей. Давайте так коротко обойду, хоть покажу, что за машина. А то там осмотр был очень скомканный. В достаточно простой комплектации. Нет музыки хорошей. Но зато есть пробег 130 тысяч километров... Ой, 120 тысяч даже километров. Машина, ну, такая была ДТП у нее по задней части. Вот крыло делалось, вырезалось. По-моему, можно так открыть. Вот здесь есть такой неприятный шовчик. Но, в принципе, сделано хорошо. Делали официалы. Расчетов на миллион плюс рублей посчитали. Но просто по запчастям, потому что все-таки премиум класс. У нас тут как бы будет все недешево. Такие вспучивания, мелочи. Но это все ерунда. Так, дизельочек, хорошая машина. Будем химчистить, полировать. И потихонечку ее продавать. В принципе, покупка хорошая. Очень рады и довольны. Волна. Кто-то пустил волну, да. Слушай, это можно вообще без покраски, а можно не делать даже. Ну, это без покраски удалять, конечно. Ну, зачем? Она вообще не крашеная по перену почти вся, кроме сада. Я думаю, смысла нет. Тогда волну пропускай. Волну пропускай. Ну, что, почувствуй себя мажором. Да. Тем более мы в такой мажор... Тихо, братан. Наш ауди вообще нет. Мы еще в такой месте, знаете, это прям... Ну, кто знает, тот знает. Это место мажорное. А вот это место не мажорное. Вон там. Заберется. Там не мажорное, а здесь мажорное. Я точку, Игорь, скину. Давай. Все, поедем? Да, заводи, давай. Я покажу, как ты машину заводишь хоть. Мне ж контента нужно наснимать, а то у меня еще нет. Я три минуты посмотрел. О, блин, ну офигенно, да? Ты чувствуешь себя вот таким человеком, который достиг чего-нибудь? Да. Всего достиг. Всего достиг. Хорошо, все, поехали. Давай. Магия монтажа и все молниеносно, быстро и легко, как вам кажется. На самом деле прошло около, не знаю, недели-двух, наверное, я уж точно не помню. Но мы продали эту Audi. Причем много кто писал, звонил. Там были расчеты на миллион рублей. И многих это не устраивало. Естественно, типа тачка с большими расчетами, никто не хочет покупать. Ну, все как обычно. Но нашлись ребята из вот новых территорий. Ну, не суть. Короче, они приехали. Купили эту машину. Ну, и заработали мы на ней хорошо. Ну, как вы говорите, перекупы не зарабатывают, перекупы наживаются. Ну, короче, перекупы нажились. Хорошую сумму. 2,400 она продалась. Через три дня после покупки ребята нам прислали вот такое видео. Ремень расслоился. Озорвался. Расслоился ремень ГРМ. Ну, неприятно. На самом деле, мы здесь никак не могли это угадать, предугадать. Потому что машина полностью обслужена. Человек делал у официалов все там ТО и так далее. И мы думали, что, естественно, все будет четко и хорошо. Но не тут-то было. Ну, ребята, на самом деле, без претензий, без каких-то обид. Просто нам сказали, вот ГРМ порвался. Мы не обижаемся, но он расслоился, порвался. Многие, кстати, писали мне в Телеграме, там где-то в Инстаграме, что там цепь, а не ГРМ. Вообще-то, это двухлитровый дизель. Или там ГРМ ремень, она не цепь, поэтому не путайте. Ну, потому что кто-то не знал. Для тех, кто задается сейчас вопросом в этот момент, Игорь, а вот как ты и где берешь тачки по таким ценам? Вот так вот все вроде как бы легко и просто. И расскажи, и покажи. Тут есть два варианта. Если вы хотите сразу приступить к делу, тогда сайт по автовыкупу, настройка рекламных кампаний. Все это мы делаем по ссылкам в описании. Обращайтесь. А второй вариант я вам расскажу ближе к концу видео. Ну и в завершение мы с вами поедем посмотрим Шкоду Суперб 1.8 на полноценном автомате, никаких ДСГ 2012 года. Входная цена 900 тысяч рублей. Ну, опять же, заявочка по выкупу. А там будет дальше видно. Торг никто не отменял. Погнали. Смотрите, здесь она была чуть-чуть стукнута, но без ремонта. Просто на поток катесных, то не стоящую машину. Ну, вот эти вот следы, то здесь ничего не ремонтировалось. То есть, как было, вот эта штучка тресла. Подумялая, да? А это нет шубы, да, это на капоте, которая? Нет, она не шла, да? Ну, она должна, видишь, как бы... То ли не шла, то ли где-то по темам. Китайский капот. Ну, да, он, видишь, они оригинальные капот без герметика, да? Капот китайский он, глупый. Да, ладно. Да, должен быть герметик вот здесь на кромке, а тут герметика нет. То есть, мне получается, по-тихому он поменяли, когда ремонтировали. По-тихому он поменяли, и у них в любом случае должна быть шуба, если у первых она будет. Нет, ну шубу они могли просто забыть повесить, потому что его первый раз делали в гаражах. Ну да, капот они самый-самый вам такой поставили. Слушайте, ну это мрак вообще. Ну, а так работают. Знаете, если пользуются моментом, если человек не разбирается, ну как бы, что? 40 и 40, круг 40, как говорится. Тут же масло подсифонивает. А давно менялась маслица? Ну, оно меняется раз в 7 тысяч. Раз в 7. Ну, правильно, на них. Ну, все, с половиной. Подкрылка нет, да? Ага. А здесь? А здесь? А нет, он там есть просто, там он так стоит. Там он, да, так что не должно быть там, нет? Ну да, я понял, зазор. Он там так прикручен. Да его криво поставили, он на саморезы постепляет. Она почему гниет? Сюда забивается грязюка вверх. И поэтому крыло, смотри. С этой стороны он тоже светится. Что, завести? Да, давай. Что говоришь? Руль, говорю, пустой. Ага, ну, такой для супербо комплектация, прям как на Октавии простой. Что-то подстукивает, да? Рейка. А вот подстукивание рейка, да? Слышит? Ага. Вы бы не сказали бы это, я бы не знал бы, чтобы что-то послалил. Если что-то прилетело, да? Так, капот у нас получается окрашен. Капот окрашен. А, вот, да. Он и далек, смотри. Ага. По крыше, да, что-то? Да, ну вот, смотри. А, я понял, да-да-да-да-да, вижу. Ага, такой. Здесь, да, делали... На самом деле, с ней ничего не было, просто она была вся вискулах. Вот, края красили, вот, по-моему, два раза, любой, какой-то. Ага. Вот это, там, кольца, которая была американская машина, я не знаю, она, она вставрирует. Вот это тоже красили. Вот это красили. Вот это красили. И капот тоже, да, там. Вот, первый год назад, здесь ее переварили. Смотрите, вот, видите, в чем фишка? Вот эту часть сварили, крыла. И он определяет, видите, без оцинковки. А если мы смотрим, допустим, дверь, то, видите, оцинковка. Вот, как бы, наглядное преимущество, да, толщиномера, который выявляет цинк. То есть, если нет у вас этой штучки, да, с определителем, то вы, как бы, никогда не поймете. И поэтому уже эта кромка, она полезла. Салон такой. Рулетчик потертый. Пробег 201 тысяча, да? И здесь уже у нас. Многих, я думаю, будет волновать судьба этой Сида. Да, у нас она тоже будет волновать. Да, после замены мотора, потому что я не снял, что там было. И как ты вот ездишь, нормально? Слушай, а с тем мотором они не сказали, что по итогу было? Ну, он же тогда изначально сказал, что там стучал этот... А, типа, шатун, да, поршень? Ну, да, короче, просто, ну, писали, спрашивали, люди смотрели. Сказал, что поршень. Говорят, что по итогу. Короче, стучал поршень. Вот, давайте вам свидетельство того, что все хорошо. 380, это не приговор. Я так. Так, все четко работает, видите. Выставили на продажу. Чек не гаснет только, да? А, там катализатор, да? Катализатор, да. Ну, все продается, машинка звонит, нет. Тишина, да? Первая цена, но такси, как бы. Поэтому, поэтому ждем. Георгий, подписчик Игоря с канала, забирает Суперб. И отправляется он в город, в культурную столицу, Петербург. Суперб благополучно продан за 1 миллион рублей. Покупали за 725 тысяч рублей. И, в принципе, все окей. Ничего там не рвалось, ни ГРМ. И, кстати, продали мы его по низу рынка, ниже нижнего рынка. И кому интересно, где покупать такие тачки, также есть в Телеграме. Я все это выставляю. Точнее, где я продаю машины, я все это выставляю у себя в Телеграме. Вы можете перейти по ссылочкам, подписаться и первым успевать. Кстати, купил человек из Телеграм-канала. А теперь еще важная информация. Игорь, все-таки, а научи, покажи. Вот, ну, прям на практике. Сейчас фура проедет. Проехала. Новая школа автовыкупа, это прям для тебя тогда. Переходишь по ссылкам, приобретаешь. И модульное обучение, хочешь по модулю, хочешь всю целиком школу. Очень удобно, комфортно, кайфово. Изучаешь информацию, умнеешь, развиваешься и покупаешь тачки ниже рынка. Строишь бизнес, работаешь, зарабатываешь. И у тебя все хорошо. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем пока.